Краткое содержание предыдущей части. Мы ждали ночью к Еву, младшую сестру Веры, но она написала, что на два часа опоздает. И тогда Вера решила устроить слежку. Интересно, какие это важные дела у нее резко появились. Я, конечно, сестре доверяю, но лучше сама пойду и все проверю. И вот тут-то началось самое странное. Вера увидела, как Ева берет какую-то коробку из машины. Ага, а потом она пошла не к нам, и даже не домой, а дальше гулять по городу. И села пить кофе с круассанами. А таинственную посылку оставил на улице без присмотра. Ну, в общем, в своем репертуаре. У меня, конечно, был соблазн открыть коробку и посмотреть, что там. Но я решила до конца проследить за Евой и узнать, что она все-таки замыслила. А попутно еще и пришлось убрать за ней со стола. Эх, молодежь! И вот тут-то, в самый неподходящий для этого момент, у Веры, конечно же, разрядился телефон. Да, и мы теперь вообще-вообще ничего не знаем. Что случилось дальше? Куда пошла Ева? Куда пошла Ева? Главный вопрос сегодняшнего выпуска. Ставьте лайк, кто хочет узнать на него ответ. Эх, как жалко, что Вера упустила Еву. Да, сиди теперь, переживай. Не знаем, где она вообще. Но больше всего волнуется сама Вера. Ведь это ее родная сестренка. Кусь, ты слышал? Кто-то в дверь звонит. Ага. Может, это Ева? Ребят, надеюсь, это Ева пришла. Входите, там открыто. Ну, привет! Слава, морковке, ты пришла? О, и та самая коробка. Это вам. Ух ты! Мы сейчас узнаем, что в коробке было. Просто тайна века. Это сюрприз для нас с вами, свинки. Да, я потому и опоздала, чтобы получить посылку. Но вам должно понравиться. Да уж, конечно, должно понравиться. Мы столько тебя ждали. А потом еще и искали по всему городу. Свинки, вон, даже аппетит потеряли. А я бы не сказал. Мой аппетит всегда при мне. Да, и мой тоже. Ну, ладно. Но понервничали мы знатно. Так что, надеюсь, оно того стоило. Распечатываем коробку. Давай, я помогу. Ого, надо ножницы. Давай я. Ну, давай. Я решила, что если я впервые у вас в выпуске, то должна вам что-то подарить. Ой, там что? Зеленушка. О, вот парковка. Нет, что-нибудь такое, что понравится и вам, и ребятам. Вот, целая коробка антистрессов. Антистрессы. Распаковка. Наша любимая. Чур, бумажные спагетти из коробки мои. А мне тогда все антистрессы. Ах ты, хитрое лисо. Свинка. Да не парьтесь, тут на всех хватит. Ой, это что такое разноцветное, красивое? Это такой старый новый тренд. Симпл-димпл, осьминожка. Два в одном. Тут прикольная рожица, а тут привычные нам пупырки. О, точно, как присоски на щупальцах у осьминога. Все сходится. Ну, гляньте, а мой осьминожка недоволен. А почему? Да потому, что еще не подписался на Кузю и Бузю. А ну-ка быстро подпишись. Не буду подписываться. А ну подпишись, я сказал. Да-да-да, ребят, а кто намеков не понимает, то вот вам прямой текст. Прямо сейчас жмите на красную кнопку и будете не злым осьминожкой, а веселым. Вера рекомендует. И Ева рекомендует. Свинки, отгадайте, что это? Зефирка. Нет. Мармеладка. Ну а что тогда? Мы сдаемся. Это антистресс-тянучка в виде кошки. Тянучка? Я думала, это сквиши. Ну да, его тоже можно жамкать, но еще и растягивать вот так. Ого, реально тянучка. Да, прикольная мармеладная кошка. Тянем-потянем. Ого, нормально. Ой, как же приятно смотреть, как издевается над кошкой. Дать фу на вас. Это вообще-то кусок резины, а не кошка. О, Бузька. Да это же твоя расцветка. Точно, это не кошка, а морская свинка Бузя. Да вообще не похожа. А мне похоже. Так, а на что похоже вот это чудо-юдо? Ротастая такое. Да это же мистер Узюм, родненький. Ого, и он пытается сожрать мой палец. О, спасите, помогите. На меня напал мистер Узюм. Ага, и отобрал твою чувство юмора. Да ладно, уже позагоняться нельзя. Ну, игрушка вообще-то прикольная. Точнее сказать, брелок. Ребят, вы бы такое носили у себя на ключиках. Ставьте лайк, кто рискнул бы. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я смешной мистер Узюм. В садик школы не хожу, языка всем покажу. Ребят, кому понравился этот антистресс-кокушоныш, голосуйте за него в инсте. Ой, я голосую за кокушоныша. А я за свиножку. Ребята за меня проголосуют, потому что ты вонючка. Зато я с приколом. Но ты же вонючка. Да кто ты прикол? О, я это что такое интересное? Такого у нас еще не было. Ну, я точно не знаю, как эти штуки называются. Ребят, если вы в курсе, пишите в комменты. На из них можно складывать разные фигуры. Типа как конструктор. Да, это и правда залипательно. Классно, что ты взяла сразу две штуки. Ну да, чтобы не подрались. О, девчонки, а может это такие красивые браслетики на руку, а? Ну да, кстати, похоже на какое-то прикольное хендмейд украшение. Но мне кажется, на руке такое неудобно носить. Да, я бы не носила. Я бы тоже. О, а у меня цветочек получился. Гля какой. И у меня на цветочек похоже. О, а у меня теперь какая-то труба. Труба? Девчонки залипли. Ага. Как думаешь, это надолго? Да ты посмотри на них. Сценка, тараканы нашли фломастеры. Это на полдня. Ого, у нас еще не было таких длинных выпусков. Целых полдня. Да, не было и не будет. Девчонки, Вера, Ева, отомрите. Да-да, сейчас, буквально минуту. О, глянь, у меня получились песочные часы. О, класс, я тоже хочу. Хей, девчонки. О, отомрите. Да сейчас, буквально пять секунд. Удивительный антистресс. Да, мне тоже нравится. Ой, свинки, извините, мы что-то подзалипли. Да мы как бы поняли уже. Все, отлипли. Мы уже устали ждать. Тем более, там есть еще один антистресс. Самый крутой. На десертик остался. Правда? А какой? Не скажу. А по секретику скажешь? А по секретику тоже не скажу. Ну и что там у нас? Вот такой вот однорукий бандит. Что? Бедный бандит. А где же его вторая рука? Бузя, ты, тю-тю, это так игровые автоматы называются. Потому что у них только одна ручка, за которую надо дергать. А зачем за нее дергать? Чтобы оторвать? Да нет, чтобы собрать три одинаковых символа и выиграть целую кучу денег. Ну что там, выиграла? Почти. Попробуем еще раз. Эх, не повезло. Чунь-ча, повезет в любви? Какая любовь, Бузя? Максимум в учебе. Есть три винограда, джек-кот. Ура! Давай, если сейчас выиграешь, то все поставят лайк. Сработало! Ребята, ставьте лайк. Лично мне в казино ходить не надо. Мне и так уже повезло очень сильно. С вами мои любимые подписчики. Ой, как это мило. Ребят, не забудьте проголосовать за антистресс, который вам понравился больше всех остальных. Ссылка на наш инстек в описании под видео. Ну, Вера, твоя очередь. Жми. Жми, Бузя, жми. Тикс. Оу, три семерки, я выиграла. У-ху. Прикольная штучка проверить свою удачу. И вообще, настроение зашибись, антистресс зашибись, день, по-моему, удался. Поддерживаю. А теперь погнали пить чай. Пока-пока, ребята. Пока мы пьем чай, смотрите предыдущий выпуск. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok